Реальная кухня, новый ресторан в большом городе и команда молодых, амбициозных поваров, приехавших в Москву из разных уголков страны, готовых на всё, чтобы под руководством известного ресторатора Арама Мнацаканова создать успешный бизнес с нуля всего за 8 недель. Для успеха им нужно стать единой командой и выложиться на все 100. На кону несколько миллионов рублей, заработанных рестораном за всё время проекта. Но все эти деньги в финале заберёт только один. Реальная кухня вышла на финишную прямую. До финала остались считанные дни. Сегодня в кассе проекта 2 млн 981 400 рублей. Накануне на реальной кухне было японское меню. Я хотел бы вам представить Леонида Жаркова, шефа японской кухни. В этот день шеф-поваром реальной кухни была Анна. И буквально сразу между ней и новым наставником возник конфликт, который чуть не привёл к трагедии. Два! Однако в процессе двум противникам удалось наладить контакт и заработать 127 тысяч рублей. Впрочем, радость от приличного заработка длилась недолго. В тот день проект должен был покинуть один из участников, и домой отправилась Татьяна. Большое спасибо за ту работу, которую вы здесь провели. Валера, который тоже был в числе аутсайдеров, удостоился особенного доверия Арама и был назначен управляющим. Завтра я хотел от тебя день управлять. Но главным сюрпризом стало предложение Арама купить помощь двух выбывших участников проекта за 100 тысяч призовых денег. После долгих обсуждений четверо оставшихся решили, что это будут Максим и Артём. Сегодня впервые мягкотелый Валера заступает на должность управляющего ресторана. Сможет ли он собрать волю в хулак и руководить коллективом? Узнаем прямо сейчас. Устав от постоянного негатива со стороны Анны, Сандро решил использовать момент, пока они остались наедине, чтобы поговорить о личном и наладить с ней контакт. Тебе-то что, эти деньги помогут, что ли? Меня просто сейчас могут лишить моей квартиры. У меня там тоже проблемы. Мне даже загранку не дают. Почему? У меня судебное производство идет из-за долгов. Давай через сочи я тебе сделаю загранку. Все элементарно просто. Просто единственное, нужно чуть-чуть заплатить больше и все. Судя по твоей ситуации, я тебе не верю, что все можно сделать хорошо. У меня все хорошо. Ну а что у тебя пошло не так? У кого я последний раз кредитнулся, но взял деньги. Я не могу с ним плохо поступить, поэтому это честь моя. Он говорит, мне нужны просто деньги, ты должен их вернуть и все. Человек не может ждать. Олимпиада у нас много кого загубило. Я же думать не хочу, что сейчас все закончится, и нужно будет решать вопрос. Я тебе сказал, что если ты хочешь, я могу тебе в этом помочь. Если вдруг здесь что-то не срастется, собирайся, я в Сочи тебя встречу. И у меня сезон, работа есть. Я тебе помогу вообще во всех вопросах. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Осталось совсем немного. Все-таки повезло мне побывать в управляющем. Говори только в настоящем времени, а не в прошлом. Ты еще не побывал в управляющем, только заступил на эту должность. Я буду говорить так, как чувствую себя. Да, ну хорошо. Не слушает ничьего мнения, критики, он ее не воспринимает. Просто совет. От меня легкий совет, от него куча в ответ негатива. Да мне не надо вообще, делай ты что хочешь. Хотелось бы у вас спросить. Мы вчера обсуждали, кого из ребят взять, ну, к нам, в помощь. Я предлагаю вам пригласить участников, которые, по вашему мнению, могут помочь вам в эти два дня справиться с рестораном. Стоит это 50 тысяч рублей из призового фонда. Я бы Татьяну вернула и Артема. А на горячке кто будет, я управляющий. Давайте Макс вернем. Я против. Ну так что, кого решаем? Макс и Артем. Как-то, может, кто-то передумал или... Нет, я бы свое мнение не менял. Олесь. Я просто не совсем понимаю, зачем нам они вдвоем здесь нужны. Мы вчера, по-моему, заработали достаточно денег в составе 5 человек. Ну, сейчас в чем вопрос? Жалко денег вам? Причем здесь деньги вообще? Все, договорились. По решению Арама, Валера представит концепцию украинской кухни. Однако остальные участники к этой идее отнеслись настороженно. Я к концепции украинской кухни отношусь ровно настолько, насколько я отношусь к русской кухне. То есть не очень хорошо. Я не считаю это ресторанной едой. Это домашняя еда, и каждый человек может ее дома приготовить. У нас украинская кухня, она простая, ребят, вы знаете. Жирами насыщенная, и овощи присутствуют. Мы постараемся максимально сделать ее ближе к здоровой пище. Ну и, соответственно, учитывать будем сезон. Валера хотел проявить себя. Я за то, чтобы люди себя проявляли. В любом случае, я им сказала, что любую помощь я ему окажу. Как мы назовем наш ресторан? У меня есть пара вариантов. У меня мало просто знакомы с украинской общей концепцией. А как будет в гостях по-украински? В гостях? Пишлы в гости. Такие. Так и говорят? Да, пишлы в гости. Ну, вот есть предложение. Например, назвать Корчма. Или назвать Глечик. Будет название украинское. Меню будет украинское. Ну и, соответственно, я не забуду про любимый полуостров Крым. Будет что-то в меню и украинское. Давай, если у нас просто вкусно, в гостях у Валеры. Нет. Прекрасно. А почему ты не хочешь себя поддержать в этом? Знаешь, сначала имя раскручиваешь, и потом работаешь с ним. Не знаю, я на роль управляющего его вообще не вижу. Ну, посмотрим, поржем, что там. Пусть управляет. Давай назовем Харчевню. Харчевня. 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 Ну, в принципе, вариант Харчевня. Все поддерживают? Харчевня, успех? Да какого он управления? Валера не может быть управленцем. Это, я не знаю, это только какие-то вторичные роли. Потому что закаляться, закаляться и закаляться нужно. Сандро, ты готов к работе? Ну, а ты не видишь, что я работаю? Я, по-моему, один здесь и работаю. Ты так считаешь? Валер, я сказал, если нужна моя помощь, я поддержу, я сделаю все, что скажешь. Услышал меня? Спасибо, Александр. Все, сила и честь. Я думаю, что все получится. И несмотря на то, что осталось мало времени, максимально постараюсь реализовать свои возможности и силы. В ожидании участников, которых финалисты захотели видеть своими помощниками в ресторане, команда обсуждала Валерину концепцию украинской кухни. Ну, что, Олесь, ты скажешь? Три патрушки, четыре патрушки. Три патрушки, да, кухня-то я сделаю, что они, наверное, жирноватые. Такой же на русском. Ну, сало, як сало, что ж там? Картошечка. Я очень люблю сало, картошечку. Не, а мы же видели все, как вот... Что я люблю? Какую-то кухню. Кальмары, помните? Чужой. Это ужасно. Вот, я не знаю, я бы на это, на вашем месте бы... Я бы, наверное, на стоп это блюдо поставила. И думаю, что не стоит больше позорить. Хорошо, я сейчас точно... Ух, непонятно, все, а в зале как это будет? А что в зале? Ну, какой-то акцент будет на что-то? Ну, наденем лапти. Не, ну лапти это чисто русское такое название. Я не знаю, если желаете, мы можем немного освежиться. Хочется вот с вами поднять бокал за здоровьем. Не, я не знаю, почему мы поддержали то, чтобы реально назвали. Ну, пусть, ну, радостно было бы. Гостяк у Валеры, все. Нет, это понятно все. Такая широкая человеческая душа. Ну, вот он открыл заведение. О-о-о! Привет! Братушки! Я был рад видеть Сандро, поддержать его в эту трудную минуту. Я готов выдвинуть его на победу, так как у меня это не получилось. Будем надеяться, что у него все получится. А что у вас тут происходит-то? Кто управляющий-то? Алло, Олег. А кто этот чемодан в машине будет принесли? Кофе, иди к чему. И чемоданом сходи. Я не понял, это приехали наши друзья или это приехали какие-то чмошки. Приехали два финалистов. Слушайте, вы ему говорить не давали, он заговорил. Тебе что, не сказали, Сандро? Про что? Что все, нам дали второй шанс. Нет. Нет? Макс, когда уехал, он даст. Это что значит, вы теперь не друзья, а враги? Мы теперь соперники, а мы, значит, враги. Выбывшие участники подшутили над финалистами, дав им понять, что борьба еще не окончена. Хотя на самом деле Артем и Максим уже не могут претендовать на приз. Расскажите, какая концепция тут у вас новая? Управляющая. Управляющая. А, это сало на комплименты, наверное, да? Не знаю, это у нас продолжается сейчас. Третья неделя вообще бреда. Была домашняя русская кухня. У нас, по-моему, не умеют это делать, но лучше бы вообще не делали тогда. Артем Михайлович предложил, Валерия, твои виды, да, из себя. Артем, а ты был управляющим вообще? Нет. Вот я предлагаю поставить управляющим Артема. А, ну-ка. А кто это? Привет. Здорово. Привет, Артемыч. Сказали, ты управляющий, тебе, да? Как дела? А почему не в этом? Лучше, чем у вас, как я. У нас мастер-класс сейчас будет. У нас в конце украинская кухня. А кто, приедет какой-то кофлятский шеф? А он уже здесь месяц. А-а-а. Ты заметил, да? Загарает. А, так ты, бачка, просто... Он потерял пока. Валерий – это просто хороший исполнительный повар наиболее. Не знаю, мне кажется, ну, не может он руководить процессом. Ну, он один раз был шефом, еще он был несколько раз с ушефом, по-моему. Ну, у него не получается. Как вы относитесь к украинской кухне, Макс? Нормально. У меня хорошо борщ получался. Я ни разу того борща не ел здесь. Мне его дали приготовить. У меня стоит сейчас, скажем, такой тяжелый выбор. Либо дружеские отношения, либо все-таки действительно подзаработать на этом денег. Вот смотри, Валер, первое, когда этот человек сюда зашел, он сказал, он сейчас готов тебя заменить. Он готов сейчас стать управляющим, у тебя просто подойдет. Я сказал, что я тоже хочу попробовать себя в роли управляющего. Ты скажи, как есть. Признайся, тряпка, что ты хочешь его убрать отсюда. Да я вас всех хочу убрать. Мне не нравятся такие люди. Он не искренний. Он ведет вообще непонятную игру. Ну, это плохие человеческие качества. Где-то есть гнильцо. Ты что приехал? Забрать свои деньги. Все, теперь объясни этому человеку, что ему не место здесь. Да вам всем не место, ребята. Давайте будем объективными. Вот, я тоже. Если вот взять меня, просто вот в сторону поставить, и оставить вот эту шаблу людей неадекватных, я бы там приз никому не отдал. Потому что не дотягивают люди до призов. Пусть достанется каждому им, как утешительно раздают призы. У меня другой интерес. Меня интересует приз главный. Короче, ребята, я хочу вам сказать. Отдайте просто мне деньги, они мне нужны. А я вам уже в свою очередь. Помогу до конца. Всем как смогу. Скажи, а чем ты мне можешь помочь? Артем. Из тебя я сделаю настоящую фурную звезду. Я вложу в тебя. Я вложу в тебя. Ребят, просите на мастер-класс. Встаем. Эти все мои мастер-классы. Да ты себе помоги, голова ты. Ребят, мы сегодня готовим печеночный торт. Почему он в украинской кухне? Потому что это одно из блюд, которое очень часто появляется на столе в момент праздника. Я вам клянусь, я был в своем ресторане, ни одну должность ему бы не доверил. Он как повар Г, он как официант Г. Я его проверил во всех позициях. Он не умеет вообще готовить. Он портит продукты. Тяжело испортить, наверное, это блюдо? Потому что оно очень вкусное, легкое и делает людей добрее. Я надеюсь, если ты попробуешь, станешь немножко добрее. Я вообще добрый человек. Для этого нам надо, ребят, печень. Мы взяли куриную, потому что она немножко нежнее. Мы замочили ее предварительно в молоке на 2-3 часа, чтобы ушла горечь. Я не вижу в этом блюде полезности. Действительно, это блюдо, я считаю, изжило себя. Для какого-то банкета, возможно, оно и подойдет. Сомнения в полезности блюда, которое готовил Валера, быстро переросли в уверенность. И Сандро решил тонко намекнуть, что такому слабому сопернику не место на реальной кухне. Есть кухни, которые изначально даже начинаешь готовить, все такое яркое, светлое, да, красиво. А есть кухни, когда вот все тускленькое, грустненькое и цвета такие страшненькие. Ну, вот у него такие методы борьбы с нами. Он решит, считает, что если он нас будет поливать грязью, то он от этого чище станет. Сандро, я, понимаешь, с каждым разом все больше и больше убеждаюсь в какой-то лицемер. Потому что, когда Аня правила, знаешь, ты ни разу ее не поддержал и ни разу не помог ей. У тебя были пафосные слова, ты только бла-бла-бла, бла-бла-бла, недостатки, недостатки. Нет, ну Валера, правильно, когда мы обсуждали меню, на кухне думала, ни тебя, ни Макса никогда не было. А вы о чем сейчас говорите, ребята? Почему вы должны звать? Ребята сами подходили, мне говорили, а, давай так, давай так. Я просто сейчас вот я уже в шоке. Так забавно на вас смотреть после столько времени, что меня не было. Я смотрю к финалу, у всех зубы стали острее. Сейчас я шеф-повар и начальник, поэтому я буду делать так, как я считаю нужным. Ты согласен, Сан-Сей? Вот это вот му-у-у, ничего не слушать. Если ты пришел учиться, учись, значит. Есть более опытные люди, которые могут подсказать, рассказать, научить. Ну, примерно так. Ну да. Все, готово. Итак, ребят, наш печеночный торт готов. Спасибо за внимание. Будем дегустировать. Попадим. Печеночный торт. Печень очистить от желчи и пленок. Нарезать небольшими кусками. Лук и морковь также нарезать некрупно. Обжарить на топленом масле до легкого золотистого цвета. Затем добавить в сковороду печень и мелкорубленный зубчик чеснока. Обжаривать еще несколько минут. Смесь пропустить через мясорубку, а после этого взбить блендером до однородной массы. Получившийся фарш добавить яйцо, молоко, муку, белое вино, соль, перец и еще раз тщательно вымешать. Выпекать тонкие печеночные блины на растительном масле. Приготовить пропитку. Для этого в майонез добавить мелкорубленный зубчик чеснока и петрушку. Смешать. Пропитать каждый блин, выкладывая их стопкой. Торт сверху можно обмазать майонезным соусом и украсить тертым вареным яйцом и ломтиками помидора. Не успел Валера закончить презентацию, как на кухню вошла тяжелая артиллерия. Шеф-консультант проекта Василий Емельяненко и правая рука Арама Светлана Морозкина. Накануне Арам пообещал, что Валере будет оказана всевозможная поддержка. Я верну Светлану, но уже не на роли проверяющего, а на роли вашего советника, помощника. Прежде всего хочу сказать, что я приложу все усилия для того, чтобы вам помочь, чтобы вы проявили себя максимально. Я так понимаю, что это произведение Валерии. Да, это печеночный торт на домашний манер, как я его вижу. Честно говоря, мастер-класс мне не понравился. Очень много обработки продукта было. Возможно, это и вкусное блюдо, торт из печени, но это больше блюдо, скажем так, деревенской свадьбы. Довольно калорийный торт, мне кажется. Кухня вообще украинская очень калорийная, но я попытался максимально сделать его некалорийным. Хорошо, ребята, а что вы думаете? Только по очереди, Максим, давай. Я бы, конечно, честно не стал бы его отдавать в зал, потому что он очень жирный, и печень, мне кажется, она на любителя. Вкуса печенки вообще не чувствовалось. Чувствовалась манка, мука. Надо было промазывать, когда блины остынут. Он промазывал их, когда он был горячим. Майонез деформировался. Ну, короче, это вообще вилла. Ну, такое ощущение, что человек делал это первый раз в жизни вообще. Ну, вкуса печени не совсем чувствуется, что это печень. Как будто теста много, да? Да, да, да. Торт горчил. Это не ресторанный вариант. Мне не нравится чеснок очень крупный, он очень ощущается на вкус. То есть я бы его очень-очень тонко, и обязательно бы я майонез разбавлял бы сметаной, потому что очень жирно за счет майонеза. Жуткое зрелище было. Во-первых, он не знал, что с чем нужно смешать, как куда добавлять. В итоге он сделал эти липухи, слепил этот торт. Если бы я стала есть печень, то это был бы редкий случай, и она была бы без ничего. Я плохо отношусь к печени. Максимум, что я буду есть из печени, это паштет или просто обжаренная печень. И ничего больше с ней. Горечи я не почувствовала, Валер, все как бы нормально. Но единственное, что это не мое блюдо. И как бы согласна, что это на любителя. Я, наверное, тоже выскажу свое мнение. Для меня это как бы блюдо нездоровое, честно могу сказать. Мне кажется, что нужно гораздо проще. Надо было готовить знакомое, все знакомое. Я взялся за совершенно непроработанное мною блюдо. Это не ресторанная подача. Это, можно сказать, ближе к домашней. Это большая ошибка была. После резкой критики Светлана решила поговорить с Валерой наедине и поддержать его. То, как представил вас Ара Михайлович, прежде всего он говорил о вашем трудолюбии. Я считаю, что для любого успеха очень важно, чтобы человек понимал, что только трудом он может завоевать мир. И я могу сказать, что у вас есть сейчас как раз все шансы показать себя. Конечно, мне на самом деле в этой роли управляющего очень непросто сейчас. Потому что основная проблема, на мой взгляд, то, что ребята смешивали иногда личное с работой. У вас получится этого не делать? Я никогда не мешаю личное с работой, потому что я понимаю, что это изначально прогрош. Я надеюсь, что вас ждет успех сегодня. Постараюсь максимально вам в этом помочь. Спасибо большое, Светлана. Тем временем шеф-консультант Василий Емельяненко давал советы участникам по приготовлению блюд для финального ужина, до которого осталось всего два дня. А что с заправкой? Чуть-чуть бальзамик, оливковое масло. Ну, бальзамик и все. Может, чеснышную сделать? Хорошую мясу. Чеснышная гармон. И укропчик. Как вариант, можно будет перед тем, как ты будешь выкладывать ягодки, пройтись горелочкой. Чуть-чуть нельзя. Светлана, как вам. И только один самоуверенный Сандро не нуждается в советах. Надо делать определенные ассорти. Там должна быть рыба. Нет, рыбу нельзя, потому что рыба не будет держаться. Анечка, а тебе было полезно с Василием пообщаться? Да. Да, что он тебе какие-то рекомендации дал. Помню, я открыл новые возможности для моего блюда, которые будут представлять. Но ты не поменяла блюдо, а оставила блюдо свое. Просто отличная идея. Ну, тут чуть-чуть доработать нужно. Чистота на кухне – залог здоровья. Кухня в полном бардаке. Я уверена, что вы даже не знаете, что у вас есть. Но посмотрите, сколько рыбы не нужны. А вы знаете, просто не все даже знают. Вот если спросить, я думаю, что не все. У нас тут знают, что такое. Ну, а кто был шеф-поваром вчера? Я. Кто был шеф-поваром? Я. Анечка. А это твоя задача – смотреть, что не на своем месте лежит, из чего мы можем приготовить что-то. Ладно, я не буду спорить. Люди не знают вообще, что у них лежат в холодильниках. По мне, это полные виллы. То, что меня отстранили две недели назад от шеф-повара, да, и не подпускали в кухню. Я считаю, что им это не зачлось никому. Сандро, возьми сам, уберись. Вот что ты ходишь без дела? Я пошел заниматься делами, которые очень важны. Почему? Меня вон разобрать надо вот это все подготовить. Сандро, почему ты не хочешь работать? В смысле? Ну, ты что? Это же общее дело. Ты не хочешь помочь ребятам? Нет, ну почему, Светлана, вы говорите, что я не хочу? Куда ты пошел? Я вот пришел, вот это сейчас все разберу. Не надо это разбирать. Здесь все очень хорошо. Давай, давай. Хорошо. Полный вообще, ну, беспредел. Никто не знает, что делать. Вот эти вот ребята остались, ну, на победителя. Я вообще вот этого не понимаю. Перед началом работы команда ожидала традиционная планерка. Ребят, на самом деле времени очень мало. Сейчас быстро переодеваемся. Пять минут буквально переодевания. Максим, кухня сушев. Кухня горячая-холодная. Анна, кондитерский цех. Кухня горячая-холодный цех. Он меня сразу ограничил. Все, на горячке он меня эксплуатировать не хочет. Ставит Максима сушевом. Ну, это вообще полный бред. Артем, тогда в зал официантом Олеся на баре. Старший официант, Сандро младший официант. Не должны твои работники понимать, кого ты любишь, кого ты не любишь. Сразу было видно, что он там Олесе сказал, там, респект, Сандро, что Сандро. У меня даже это напрягло. А на мойке уже, по возможности, кто свободный. Меню у нас бульон куриный с галушками, салат летний, помидор с ялтинским луком и со сметаной. Основные блюда – это у нас филе трески под польским соусом и шницель по-одесски. Вот, в принципе, все. Мы должны открыться в течение 40 минут. Сандро, недовольный своим понижением, держался из последних сил. А Олеся подливала масло в огонь, заставляя его работать по своим правилам. Так, не клади салфетки, клади под приборы, как обычно мы это делаем. Олесь, ты можешь не трогать ничего? Чего ты лезешь, я не пойму. Я здесь старший официант. Я говорю тебе, как делать. Во-первых, украинская кухня – это все просто. И столы можно было сервировать, не заморачиваясь, там какие-то финдекляры крутить из этих салфеток. Давай, говори тогда, что делать. Как обычно? Бред какой-то. Обычно это как? Ты первый раз в зале работаешь? Я первый раз в зале, да, работаю. Вот я хочу услышать, как обычно. Спроси у Валеры, и он тебе расскажет. Да что ты говоришь? Я тренинги вести здесь не записывал. Ну и все, я, знаешь, ничего не буду делать. Олеся все делает специально. Она делает, чтобы развалить всю работу. Это видно невооруженным глазом. На кухне назрели проблемы, которые давали опасения Анне, что к открытию ресторана они могут не успеть приготовить ужин. Вот не хотели третьего человека взять? Зачем? Еще дополнительные руки. Ань, то не надо, нормально сейчас все успеем. У нас, я говорю, не будем распыляться, не будем варить 15 литров борща или супа этого. Я, наверное, единственный человек, который здесь искренне ему хочет помочь, поддержать его. Но он меня не слышит. Я говорю, Валера, посмотри, что происходит на кухне. Может, мне не надо так двигаться, ладно? Ты можешь ругаться там? Я могу. Вы можете домолчать? Потому что сейчас, может, плохо кончится. Да, пугивые. Кто-то может завтра не проснуться, кто-то сегодня проснется не дома. И по частям. Я чувствую, да, своей пятой точкой, что пора валить куда-нибудь, прятаться, пока все не поубивают друг друга. А потом я выйду и заберу 3 миллиона. Ему не стало давать. Почему? Ну, это же фермерское производство. Нет, я ничего не говорю, все нормально. Провокации было столько, я Валеру постоянно дергаю. Говорю, не ведись, не ведись, не слушай. Валера, ты уверен в качестве колбасы? Нет, мы сейчас ее обжарим. Почему? С близкой и запахом колбаса я бы ее никогда не купил. Начал с Андро говорить, что колбаса тухлая. И Светлана тут же подхватила все тухлая колбаса. Вы что, не видите, что она скользкая из-за жира? Давайте тогда мы сейчас все вместе попробуем, потому что самое страшное в ресторане – отравить человека. На запах, все, органолептики, вообще никто не знает вот этих нюансов, что ли. Пока я не подошла, я не сказала, Валер, ты что гонишь? А так бы блюда бы сняли с меню вообще. Кто горчицу куда делал? Вон горчица наверху на полке. Ты ее утром туда составлял. Я поставил ее туда. Так, Сандро, давай вот сейчас не будешь. Прикрой, Олесь, в холодильник, Олесь. Почему мы на троих накрываем на каждом столе? О, рассчитанно двоих, ты же знаешь. Потому что сложности больше было. Зря ты ее в зал поставил, он сейчас все тебя там загадит. Ты думаешь? Конечно. Специально? Да. Он сам себя топит, он слушает других и топится еще быстрее. Расставь всех по местам и руководи. Тебе нужно показать себя как руководителя, а не как, блин, тряпку. Позвольте предложить вам воду? Да, конечно. Архыс – это современная вода, которая дает получить возможность пользу природы, даже находясь в городе. Попробуйте. Добрый день. Пожалуйста, трясажите. Так, три салатика, да, овощных? Да. Весь без лука, да? Валер, вот три летних салата и все без лука просили. Максим, вот ты приехал домой, отдохнул. Я хотела спросить, ты бы что-нибудь поменял, вот, смотря на происходящее уже? Да, мне стало скучно. А, то есть ты бы еще веселее повел себя на проекте? Да. Однако повеселился в этот вечер совсем не Максим. Посетители ресторана оказались недовольны салатом из одного помидора и сметаны. И, пользуясь удобным случаем, Сандра решил отомстить за свое понижение и подставить Валеру. Так, ты меню должен знать, я рассказал о презентации. Я знаю, я уже рассказал за этот салат, я хочу, чтобы... Что ты рассказал? Ты неправильно его предоставил. Ты не сказал, что он не входит в летний салат. Я сказал. А, что ты у меня спрашиваешь? Они говорят, что почему они столько стоят? 450 рублей. Вот Сандро выбрал такую позицию топить всех, поливать грязью и при этом делать плохо свое дело. Это ошибочное мнение. Так ресторанный бизнес так не построишь. Вы что, обалдели? Салат из двух овощей за 450 рублей? Вам не нравятся вкусовые качества или вас смущает цена? Может быть, тогда его не имеет смысл переименовать, как-то там расшифровку сделать. А вам официант разве не сказал изначально? Никто ничего не сказал. Сандро, ты наглый в рум, ты мне рассказал состав салата. Короче, ты меня подставил. Я могу сейчас еще раз подойти. Не надо, не надо ругаться. Люди недовольны сейчас. Мы должны выходить из этой ситуации комфортно для гостей. Мы должны подарить им этот салат. Вот и все. Пускай они их съедят, дальше едят. Это будет в виде комплимента. Не забивайте их в счет. Но в целом я тебе могу сказать, Валера, ты тоже не прав. Ты должен был объяснить, с чего был сделан салат. Я лично краснел за обслуживание. Потому что, несмотря на все мои усилия, некоторые столы были недовольны. У меня это было неприятно. Добрый вечер. У вас будет четверо. Пойдемте, промажу вас к столику. Сегодняшний день оказался испытанием не только для управляющего Валеры. Проливной дождь на улице создал множество неприятных моментов и посетителям, и участникам проекта. Сценарий, который у нас произошел в зале, грязи куча. Гости заходили, дальше это все разносили, разносили. Пол, срочно, быстрее. Бострее у нас. Я тебе еще раз говорю, сейчас мы должны решить вот этот вопрос. Кто? У нас есть кто-то на мойке? Кто-то есть. Старший, кто должен все решать. Почему ты все время с себя спихиваешь? Любой ответственность. Прими сам решение. Не надо убирать в зале, когда у входа все грязно. Никто это не соображает, потому что мозг нужно включать. Валера, нам нужен Артем, который должен сейчас помочь помыть пол. Пол грязный, идет страшный ливень на улице. Люди заходят и ужасающую грязь просто видят. Это первое. И второе, нужно придумать, куда мы зонты будем складывать, потому что зонты сейчас все в воде. Бегом, бегом ищем Артема. Где? Артем залезет. Кто сейчас может помочь? Валера немного терялся при работе управляющим. Дело в том, что на него сразу очень много обязанностей возложили, и Светлана могла помочь. Она видела, что Валере сложно. Там что, мозг помочь надо. Какая задача у нас стоит? Он стоит просто какой-то вкопанный, ну не знает вообще, что делать ему. Не может отдать четко приказ. Я взял, одел фартук и пошел быстро, за пять минут убрал зал. Он вообще потерялся, ну, первый день, и не знал вообще, что делать, что происходит. Извините, а можно у нас принять заказ? Я слушаю вас. Там два десерта, два пирога. Вы хотите чай или кофе? Да. Что вы хотите, чай? Чай. Добрый день. Страшный дождь идет на улице. Вообще, блин, я даже, наверное, возьму у вас зонтики, чтобы вам было удобнее. Проходите, пожалуйста. Сейчас нас шесть, и мы ничего не успеваем, потому что, опять же, неправильная расстановка людей. Маша. Валера, почему я уже беру столы, по-прежнему грязный пол, никто ничего не сделал, это вообще нормально? Валера не начальник, у него нет этого стержня, да, какого-то прям такого. Так нервничал, так сбивался просто, ну, это жесть. Он не мог расставить правильно, кому что делать. Валера, ты сегодня не только на раздаче, мой друг, ты сегодня как управляющий выступаешь. И как вы себе представляете, что я вот брошу сейчас кухню и пойду... Я не представляю, как это возможно. Представляете? Ну, вот есть вещи, которые возможно сделать, а есть вещи, которые невозможно сделать. Что ты не можешь сделать. Мы будем делать все, что возможно в наших силах. Вы не против? Спасибо большое. Ну, это ваше решение. Спасибо большое. Что Аня, что Валерий, они слишком много на себя берут ролей на двух стульях одной попой. Не усидишь. Валер, слушай, у меня предложение. Да. Взбитые сливки смешать с пробитой клубникой? Не, не надо, Аня, делай просто. В качестве комплимента бородицкий хлеб с салом и ваши колбаски. Я принесу еще вам два блюда. Есть другие тарелки? Тарелки другие? Есть. А что мне было делать? Люди уже 20 минут стоят. Маленькие тарелки дать? Они готовы. Сейчас ты возьмешь. Мне кажется, вы несправедливы с вами. Я не могла бросить стол и подержать муниципалу. Посмотри. Я не о тебе сейчас говорю. Я говорю о том, что Валера не принял это решение. Проблемы росли как снежный ком. Теперь один из гостей был недоволен размером порции. Это вот такая тарелка. Для меня вообще нужно тройную порцию. Вы бы заказали тройную. Я бы вам принес. Кастрюлю. Я человек большой. Красивый. Хорошо. Клёцки. Что-то я не вижу. Никаких клёцков здесь. Затем он вызвал управляющего и выразил недовольство качеством блюда. Мясо недоваренное у вас. Не может быть такого, потому что 4 часа варилась курица. 4 часа варилась курица. По крайней мере, курица не варится. Я разуверяю на медленном огне. А у вас дегустаторы есть? Я всё пробую сам. Как с жвачкой, как резиной. Никто не жалуется, все едят. У нас готовят и так суп. Вот так готовят суп. Если вам не нравится, это ваш выбор. Приятного вечера. А за что я тогда должен заплатить? Вы видели меню? Меню видел. Там написано «куриный суп с галушками». Нет. С курицками. Вы откройте, пожалуйста, меню, посмотрите. Вам не нравится суп? Да я могу его забрать? Можете забрать. А у вас же есть адекватный. Почему не нравится? Ничего страшного. С другой стороны ресторана. Честно. А Валера просто думал, что ресторан открыть – это так. Сходить вот в туалет пописать. Он думал, он придёт на эту должность, и тут всё вот как часовой механизм работает. Да не бывает такого. Любой коллектив, тем более если меняется руководство, всё идёт не так. Ребята, ресторан закрыт. Всем спасибо. Сегодня был трудный день для вас. Я бы не сказал, чтобы он был трудный. Он был не полноценный, как я это хотел и видел вообще. Ну давайте тогда послушаем мнение каждого участника сегодняшнего процесса. Анечка, начнём с вас? Хочу поддержать Валеру морально, потому что ему было очень тяжело сегодня. Это было видно. Но что я об этом думаю? Думаю, что нужно правильно расставлять себе помощников. Я не спорю, что каждый в силён чём-то в своём. В любом случае, каждый выполнял какую-то функцию. Максим, какие у вас впечатления от сегодняшнего дня? Расскажите нам. Времени мало было у нас сегодня на всё, про всё. То есть вы считаете, что было довольно сложное меню для такого количества времени, чтобы приготовить его, да? Я, ну вот сегодня, честно, я готовил и половину не понимал, что я делаю. Люди готовили по бумажке. Валера ходил, выдавал всем бумажки с распечатками из интернета. Это вообще полная г**ть. Я считаю, что то, что было написано в бумажке, никогда не получится, потому что это достигается на фоне опыта. То есть нужно сделать там проработку, дегустацию. Я скажу честно, я сегодня отработал столовой. Гостям вроде бы нравилось, но салат из помидоров что дома не сделаете? Где вы видели, что салаты подаются вот в этих розеточках? Это ужасно вообще. Не могу понять, куда смотрит Светлана, почему ресторан превратился в столовую. Подача блюд несколько отличается от ресторана. И когда в самом начале шоу наша команда готовила ужин для ребят, подача блюд была намного лучше. И то, а Рам был очень недоволен. Подача всё равно должна радовать глаз. Презентация не радовала глаз. Ну и состав блюд это очень просто. Сандро. Кого вы поставили встречать гостей? У нас была Светлана. В смысле? Опа. Новость такая. Валерия, я могу сказать честно, но если бы вы поставили передо мной такую задачу, наверное, я бы помогла вам в этом. Но я это делала абсолютно по собственной инициативе. Значит, я неправильно вас понял. Добрый день. Страшный дождь идёт на улице. Вообще, блин, надо играться там вообще. Я даже, наверное, возьму у вас зонтики, чтобы вам было удобнее. Проходите, пожалуйста. У нас какие возникли проблемы? Вот так как бешеный ливень на улице. Кто-то уронул у нас. Значит, прийти сюда, заходить с этими грязными туфлями, шлёпать у входа. Позволите, я заберу его зонтики. Вы домой, когда приходите, так же стряхиваете его на пол? Я просто хотел узнать. Я как мог сдерживал их с этими зонтами, которые они шли в зал, их трясли в зале. Тут, ну, это был тихий ужас. Сандро, если ты первый заметил вот эту ситуацию с зонтами, с грязью, надо было не сейчас вот здесь всех как бы, да, так принижать и что-то говорить, а хотя бы подойти к кому-нибудь и сказать то, что помоги, там, так и так. Ты мне вот лично, я бы от тебя этого не услышал ни разу. Валера, вы видели, что произошла такая неприятная вещь, как дождь? Ну, я не сразу заметил, это только благодаря вам я потом увидел это. Я пошёл, развесил зонты, Максим протёр зал. Я вымыл пол, мне это было сделать несложно. Я здесь, чтобы помогать ребятам, а не устраивать какие-то диверсии. Выдача блюд. Кому я должен был ходить, там, объяснять, куда, кто. Валера вроде набрал этих задач на себя, управляющего, шеф-повара. Они не могут отдать свою ту должность шеф-повара, они прям боятся её кому-то отдать. Да отдай ты, не бойся. Нет, они и то, и шеф-повара себе зацепляют. Да ты дойди до этого вообще уровня шеф-повара. И потом вешай на себя погоны, и управленцы, и всего остального. А не отдай эту функцию шеф-повару, пусть она уже им будет. Вы же, Сандро Наумович, говорили, что это престижно во всём мире. Престижно? Как вы переворачиваете? Престиж? Поставьте человека на раздачу, не надо его обознать. Сандро, мы поняли, не ругайтесь. По поводу того, что Валера сегодня пришлось выходить к каждому столу. Сандро с ехидной рожей вот так говорил. Одну минуту я его сейчас позову. И бежал сразу вызывать Валеру. Ну, давайте я вам приглашу шеф-повара, он вам расскажет более подробно об этом салате. Выйди, пожалуйста, объясни. Так ты мне его должен знать. Я знаю, я уже рассказал за этот салат, я хочу, чтобы ты подробно обозначил. Кто-то неправильно его предоставил. Перекидывал ответственность сразу же на шеф-повара, вот вам кажется, да? Да, да. И он, и даже я сейчас говорю, сейчас я. Ты, видишь, молчишь. Сандро, ты всё время говоришь, кто-то должен, кто-то не сделал. Это означает ровно то, что как будто бы не хватало какой-то профессиональной единицы. Конечно. Одной единицы, которая должна была все эти задачи расставить. То есть не хватало руководителя? Конечно. Я очень за этот месяц очень сильно устал. И можно сказать, как пружина, был накручен. Так, конечно, печально, печально. Но, тем не менее, это игра. Я благодарен всем за исключение, даже тебе, Сандро, благодарен за работу. Спасибо вам, ребят, большое. В любом случае, мы отработали, мы сделаем над ошибками работу максимальную. Я надеюсь, что завтра мы отработаем лучше. Ребят, ну, наверное, я выскажу своё мнение по поводу сегодняшней работы. Быть хорошим руководителем – это прежде всего уметь организовывать все процессы. Руководитель, прежде всего, он должен уметь делегировать полномочия. К сожалению, сегодня я этого увидела, но не в полной мере. Тем не менее, я могу сказать, что сегодня ребята всё-таки помогали тебе. Поэтому, прежде всего, для того, чтобы всё-таки поддержать Валеру, потому что я знаю, что он ночью старался, это было по нему видно, я бы хотела сделать ему небольшой подарок. Валера, тебе сегодня было трудно, поэтому проект «Реальная кухня» дарит тебе тонкий планшет «Хайер». Современный, лёгкий, с мощным процессором и аккумулятором, всегда готовый к работе. Пускай твоя работа будет легче, потому что теперь у тебя есть новый помощник – ультра-тонкий планшет «Хайер». Спасибо большое вам! Вы прекрасны! Приз, который подарил Светлана Валерия – это утешительная конфетка, чтобы он не заплакал в конце. Подытожим сегодняшний день. Под руководством Валерии вы заработали 67 тысяч рублей. И общий приз составил 3 миллиона 48 тысяч 400 рублей. Браво! Перевалились за 3 миллиона. Это отличный показатель. Но из призового фонда финалистам придётся отдать по 50 тысяч рублей Артёму и Максиму за помощь. А прошедший сегодня ужин показал, что для полноценной работы ресторана двоих помощников недостаточно. И Светлана предложила взять в помощь третьего. Вы можете сами сейчас принять какие-то решения, нужен ли вам новый участник или нет? Я прошу прощения, но мы договаривались, что ребята придут к нам на два дня за эти деньги, за которые мы. Так. Поэтому и сегодня, и завтра они должны остаться у нас. Ребята останутся. А, нет. Я очень настоятельно вам рекомендую всё-таки взять ещё одного участника. Он стоит недорого. Нет, нет, он нам не нужен. Я считаю, что если Сандро всё-таки начнёт играть, на самом деле, в коллективе, то у нас всё получится. Сандро, а как вы считаете? Ну, я считаю, если так же будет, как сегодня, то, конечно, нам тогда ещё нужен человек. Они пытались меня выставить, что я ничем не помогал. Человек неграмотно расставил всех по своим позициям. А при такой ситуации здесь не только третьего надо человека. Анечка, что вы думаете? Ну, я вчера ещё предложила взять третьего человека. Ещё одного? Да. 25, да, там округлить, 30 тысяч. Ну, за что жалейте, давайте красивый финал сделаем. А вот так убиваться мы так уже уставшим. Мы с последним ползаем по кухне. А кого бы ты хотела вернуть из старых участников? Либо Женю, либо Татьяну. Что Женя, Татьяна, они будут помогать. И всё, они встанут, и они закроют с собой там какой-то цех, перекроют, всё, сразу куча проблем спадёт. Сегодня работа ресторана была организована не совсем лучшим образом. Я считаю, что Валерий смог бы себя проявить на позиции управляющего гораздо лучше, если бы был дополнительный участок, на котором бы стоял старый участник. Соответственно, именно поэтому я хочу, чтобы Валерий раскрылся на этой позиции. Максимально возможным образом. Потому что у него есть все шансы быть действительно конкурентом тех участников, которые остались. Поэтому моё мнение, что этот участник будет вам с помощью. Я полностью согласен с мнением Светланы, потому что ребята не справлялись. Олеся не хотела, чтобы приходил ещё один человек. 25 тысяч, что ли, жалко, я не пойму. Но будет человек стоять на позиции, вам же будет полегче. Кто за то, чтобы вернуть одного из участников проекта? Трое. Кто воздержался? Я воздержался. Ты воздержался. Против Валерии и Олеси. Берём. Валера, это твоя ответственность. Тебе надо выбрать. У меня Женя с Питера, она ближе всего. Она универсальная просто. Поэтому я за Женей больше. Кто её поддержит? Ты хочешь вернуть всё-таки Женю? Да, да. Хорошо. То, что это будет Женя, мне вообще без разницы, кто это будет. И не жалко денег, ничего. Просто зачем? Зачем, если у нас вчера было пятеро, мы справлялись ровно так же, как сегодня. И все всегда одни и те же ошибки, одни и те же косяки. Ну и тоже происходит. В зависимости от того, сколько у нас людей. Это бред полный вообще. Я не согласна. Это вам. Так. Прекрати дурашиться. Давайте серьёзно отчетесь от первых. Кто готовил этот салат? Кто это такой? Главное спиной никому не вставать. Проснись. Главное спиной никому не вставать. Кто там? Ты увидишь, как завтра мой друг выиграет. Разве ты донесла, что Анна не захотела увидеться гостям, которые к ней пришли? И поделиться с тобой. Да? И поделиться со мной, да. И поделиться со мной, да. Ты как раз, и салат, и салат, и салат, и салат, и салат! И салат! И салат! И салат!